Здравствуйте! Вы смотрите программу «Интервью дня». С вами я, Мерген Аюн. Все мы хорошо знаем, что туберкулез в нашей республике все еще является актуальной проблемой. На эту тему мы поговорим с Олегом Харамангуш, главврачом противотуберкулезного диспансера. Здравствуйте! Здравствуйте! Олег Александрович, расскажите, пожалуйста, какова эпидситуация в нашем регионе на данный момент? Эпидситуация в республике, все знают, что как 2023-2024 год остается напряженной. Наши службы в тезиатрическом, мы стараемся очень активно выходить в средства массовой информации, вообще в социальные сети доносить информацию, чтобы люди понимали, какой у нас в данный момент это впервые выявлено, какой охват, что борется целая служба в тезиатрическом на такой неду, как туберкулез. По итогам 7 месяцев 2024 года у нас взяты на учет с активным туберкулезом, так называемые, впервые выявлены, это 316 пациентов. Из них взято 87 детей, из 87 детей также есть 17 подростков. Это говорит о том, что не стоит бояться таких количеств, понимая, что у нас за аналогичный период прошлого года это увеличение на 1,5%. Это показывает тому, что это активное выявление, то есть это увеличение профилактических осмотров. Это мы уже углубляемся в профосмотр, это будет как флюорообследование, то есть у нас, который поставлен на задачу с Роспотребнадзором, которая вышла о дополнительных мерах по профилактике туберкулеза 13 ноября за номером 14, где одним из посылов являлось это раннее выявление. То есть это охват населения не менее 95%, также это иммунодиагностика у детей, как все, наверное, уже видели в садиках, что происходит. То есть мы детей уже обследуем 2 раза в год и также увеличиваем обследование флюорографии. Тем самым, конечно, у нас рост произошел, то есть население от туберкулеза, но не стоит этого бояться. То есть мы понимаем, что нужно на ранних стадиях выявить туберкулез, тем самым предотвратить это распространение, то есть это у кого будет заразная форма, чтобы нам на ранней стадии выявить его по туберкулезу и своевременно начать лечение. И скажите, пожалуйста, есть ли уменьшение числа заболеваний, то есть заболевших людей, есть ли люди, которые излечились от этой болезни? Да, конечно, то есть у нас по излечению, то есть с 2023 года, конечно, у нас эффективность лечения, это более 50%, 60% это люди, которые впервые были поставлены диагноз туберкулез, тем самым у них диагноз не зашел уже так далеко, как распространенная форма, то тем самым людям, которые был поставлен диагноз туберкулез изначально на ранних стадиях, конечно, в течение года, они проходят весь этап стационарного лечения, амбулаторного лечения, санторно-курортного лечения. Это абсолютно бесплатно, то есть это сопровождение психолога, социального работника, лечащего врача, и в этом сам-самом направлено, чтобы нам выявить туберкулез и вылечить своевременно, тем самым человека впустить в трудовую деятельность, чтобы он своевременно вернулся в свой образ жизни, так сказать, обычный, который он ранее был, до диагноза туберкулеза. Спасибо. Олег Александрович, в этом году вступилось в силу постановление главного санитарного врача ТУВЫ о дополнительных мерах профилактики туберкулеза. Напомните, пожалуйста, об этом чуть более попутствие. Да, то есть вот это меры, которые я сказал, то есть у нас два направления работают, которые с 22-го года и 23-го года. Первая мера – это региональная программа, дополнительная мера профилактики туберкулеза, это 23-25-е годы, где основным мероприятием является строительство новой туберкулезной больницы и централизация уже всех коек. То есть туберкулезные коек, которые в районах, они закрываются, централизуются, они будут находиться в городе Кызыле, чтобы эта концентрация была только в городе Кызыле. И, конечно, ряд мероприятий, которые дали, уже скажу, по оборудованию, которое закупается. И вторая мера, которая была также рассмотрена, также была предложена в МИД с физиопульмонологией. К нам приезжали специалисты, профессора, которые анализировали нашу ситуацию, то есть смотрели раскладку. И, конечно, было основным предложением, которое в данный момент – это принятая программа, которая в России единственная, ну, учитывая, что у нас регион эндемичный с туберкулезом, надо такие меры принимать. Мера, которая была принята о дополнительных мерах, то есть от 13 ноября 2023 года, с 2024 года это постановление начало работать. Одним из посылов как раз являлось охватить группы риска. Группы риска – это есть медицинские группы риска, тех, у которых язвенная болезнь, те, кто принимает глюкокортикостероиды, у кого сахарный диабет. То есть они должны проходить флюорографию два раза в год, потому что они привержены тому, что у них группа риска по туберкулезу, у них ослабленный иммунитет. И декретированное население. Декретированное население – это те у нас, это работники образовательного учреждения, социальное обслуживание, где находятся маломобильные граждане. То есть учителя у нас, педагоги, сейчас они проходят флюорографию два раза в год. Проходили они у нас январь-февраль, сейчас они в августе проходят. Тем самым, охватив педагогов в первой половине, взято у нас на учет 18 преподавателей по республике. Тем самым, они лечение уже получают у нас в данный момент. И дети у нас по массовой иммунодиагностике, которые теперь два раза в год у нас проходят, то есть с одного года до 7 лет, это проходит МОНТУ, с 7 до 14 лет, это проходит Диаскин-тест. И с 15 до 17 лет, с чередованием в полгода, это флюорография и Диаскин-тест. У нас взято на учет, как я уже ранее сказал, это 87 детей. Из них 70 детей это взято как раз профосмотром. Тем самым, это активное выявление. Все дети, которые взяты на учет, это малые формы. Конечно, все дети, которые у нас взяты на учет, обязательно проходят телемедицину. То есть подтверждение это МИЦ-фюзиопульмонологии, диагнозы были все подтверждены. То есть вот эта мера, которая была принята, она эффективно работает. То есть вот это полгода, которое мы обследовали, это огромная работа проводится, потому что по флюорообследования, которое с 15 лет сейчас за 7 месяцев охвачено, около 200 тысяч населения, из них дети после массовой диагностики, это 80 тысяч детей. Это охвачено были всеми методами, то есть это иммунодиагностика и флюорография. И тем самым увеличилось, как я ранее сказал, что не стоит этого бояться. То есть активное выявление. Мы выявили их, мы резюар остановили этого распространения туберкулеза, тем самым дали лечение, чтобы в дальнейшем у человека и не распространилось, и не осложнился этот процесс. Меры это работают сейчас в данный момент, очень эффективно работают. Туберкулез, как мы все знаем, очень заразная болезнь, и с ней должна вестись борьба очень серьезная, так скажем. Фетизиатрическая служба Республики ведет очень большую работу в этом направлении, в плане профилактики этого заболевания. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности. По нашей деятельности фетизиатрическая служба, она вообще многогранная. То есть мы работаем не только с туберкулезными больными, которые были выявлены, также мы работаем по профилактике. Профилактика себя заключает, это раннее выявление. То есть основной посыл, который я доношу, даже вот сейчас я в СМИ выхожу, ВКонтакте мы доносим информацию, чтобы люди понимали, что такое туберкулез. Туберкулез, он передается воздушно-капельным путем. Как все, наверное, знают, что ковид, когда он у нас был, ковид, он распространялся воздушно-капельным путем быстрым. В учебниках по статистике показывают, что один больной, заразной формой, в течение года может заразить 11 человек. До 15 человек, тем самым понимаете, человек, который заразная форма, его нужно изолировать, назначить лечение. При правильном лечении, то есть я говорю, почему правильно? То есть назначено лечение, которое пациенту правильно, потому что соблюдение, во-первых, это режима, соблюдение стационарного лечения. То есть всех комплексных мероприятий, почему я ранее сказал, это многогранная система, которая работает. Тем самым пациент, который заразная форма, в течение 2-3 месяцев при лечении, он прекращает бактериовыделение уже. Тем самым он уже не заразен, он проходит дальше этапы лечения. Но если своевременное лечение не начато, то есть пациент будет уклоняться, то есть вот такие мероприятия подхрадить. Тем самым пациент может заразить окружающих, даже родственников и детей. Самое главное, что дети-то у нас сами по себе не болеют, они болеют от взрослых. Ранее выявлением занимаемся. Ранее выявление у нас такие еще направления, как есть, это флюорография. Мы обязательно, то есть мы ранее выявлением занимаемся. У нас, согласно приказу Министерства здравоохранения, в начале года выходит, то есть у нас это обследование сельского населения. То есть мы объезжаем нашими флюоромашинами сельское население. Мы по итогам 7 месяцев мы обследовали 9 кожунов. У нас сейчас за второе полугодие у нас 4 кожуна осталось. Мы сейчас со 2 по 9 сентября у нас выезд, это запланировано в Трехольский кожун. У нас выезжает бригада, это флюоробригада, дезинфекционная бригада выезжает. Работают наши кураторы там в этом отдаленном кожуне. Далее они уже по графику также все работают. Все мы по графику выезжаем, обследуем сельское население. Сельское население, ввиду, что это в труднодоступных населенных пунктах мы приезжаем. Подвоз граждан проводится, чтобы мы население более охватили. Конечно, в районных центрах они проходят уже стационарно. То есть они приходят в ЦКБ, ММЦ, там где доступно уже. А те, кто далеко, конечно, вот эти машины и работают на них. Также дезинфекционные машины, которые работают на нашей базе. Ранее я сказал, что у нас первая региональная программа, которая была принята, там закуплены у нас две дезинфекционные машины. Это тоже огромная работа дезинфекционную. Слушаем, почему? Потому что палочка, она может сохраняться на бытовых, на столе, на пище. Умирают они только при кипячении. Это 90-120 градусов. Тем самым дезинфекционная машина, она прерывает цепочку. То есть она приезжает. Те человек, который заболел, то есть мы обрабатываем бакочак химическим методом. Также объясняем пациенту, то есть текущую дезинфекцию он должен проводить. Всю постель, которая находится у него, подушки, одеяло, обязательно подвергается камерной дезинфекции. То есть под большим паром все это обрабатывается, чтобы эта цепочка прервалась. Это очень важно, потому что даже находясь, допустим, где-то в очаге, палочка может сохраняться. Можно даже вот в этой находиться, уже можно даже заболеть. Тем самым вот эта дезинфекционная машина, у нас три работают на базе города Кызыла. Одну машину мы передали, это в Барухемский кожун. То есть у нас там есть филиал, который работает в западной кожуне. Охватывает это Барум, Батайга, Мангутайга, Уюрсут, Холь, Чахоль. В этих кожунах у нас они работают, дезинфекционная машина. Очень эффективно, да, у нас по итогам 7 месяцев, у нас было по итогам 23-го года 656 очагов. В данный момент уже обработано 500. То есть мы, конечно, я хочу сказать, почему такая статистика, потому что мы работаем в теплый период. В зимний период не работаем, потому что в зимний период замерзает химица, все растворы замерзают. Естественно, мы сейчас работаем с сентября, октябрь, ну, до ноября будем работать. Сейчас у нас город Кызыла остался, мы плотно работаем с городом Кызыла. И из кожунов остался только Тарихольский кожун. Все кожуны мы полностью обработали, все закрыли. Сейчас остался только Тарихоль и город Кызыла. Спасибо. Давайте немножко поговорим о симптомах. То есть, как понять человеку о том, что он заболел, что ему нужно предпринять? Да, очень важно, я всегда говорю, что симптомы туберкулеза, они связаны с бронхолегочной системой, то есть с органами дыхания, потому что передаются воздушно-капельным путем, и первый барьер, который встречается, это органы дыхания. Тем самым появляются такие симптомы, как кашель такой непродуктивный, который проявляется вечером, в утренние часы, без каких-то симптомов, допустим, ОРВИ, то есть температуры, допустим, насморка, просто какой-то непродуктивный кашель называется. Кашель в течение двух недель, да, также может появляться, если какие-то осложнения появляются в легких, могут кровохаркания появляться, то есть в кашле появляется мокрота с кровью. Также могут быть слабости, недомогания. Тем самым, если у вас такие симптомы появились у детей, допустим, да, ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Нужно обратиться по месту жительства к терапевту, к педиатру. Сейчас абсолютно все можно записаться через госуслуги, через дистанционно, прийти к терапевту, обследоваться, сдать минимум обследования, то есть там клинические обследования, то есть кровь, моча, биохимия, плюс обязательно пройти флюорографию. Убедиться, что нет ли у вас там пневмонии. Ну, показывает, что у нас из 100%, да, 60-65% это пневмония. 20-25% это изменения ввиду там онкологических каких-то могут быть, и где-то 15-20% это остается уже туберкулез. Тем самым, первый барьер это идет, такие неспецифические заболевания, как бронхолегочные, это пневмония, там, интерсциальные заболевания, даже может быть бронхиальная астма, бронхоэктаза. Но тем самым, не в том случае не нужно заниматься самолечением, обратиться по месту жительства, пройти обследование и быть спокойным. Спасибо. И, к сожалению, есть среди людей, так скажем, люди, которые, пациенты, которые не придерживаются плана лечения. Что с ними, какая работа с ними ведется? К сожалению, такие пациенты у нас появляются, да, у нас в штате работает юрист, у нас в штате работает психолог, два психолога, один психолог взрослый, один детский работает, социальный работник работает. Почему эти направления? Потому что люди, которые поставили диагноз туберкулез, лечение до года полтора. Появляются причины, конечно, материальные, то есть финансовые трудности, да, какие-то жизненные трудности. Мы начинаем, конечно, помогать, то есть психологически, социальной работе, какие-то там помощь, что-то, документы какие-то нужно собрать. Но, к сожалению, такие пациенты появляются, которые прерывают лечение, так называются уклонисты, которые, зная о своем диагнозе, да, уклоняются, уходят домой, естественно, распространяют такие, да. У нас за 7 месяцев таких 95 человек было, которые оторвались по каким-то н. причинам своих действий, да. У нас отработал юрист, у нас по суду было привлечено 9 человек, 57 человек, это добровольно, то есть поработал психолог, соцработник, лечащий врач, пациенты поняли, что нужно долечиться, они долечились до конца, то есть 57 человек. Из них 13 сняты с учета, это у нас там по выздоровлению, каким-то причинам, да, остается 16 человек, по нашим данным, да, 16 человек, который уклоняется. Тем самым на 16 человек уже поданы документы, собраны документы для подачи иска в суд, для принудительного лечения. К сожалению, вот такие пациенты, которые появляются, они как раз и распространяют нам туберкулез, вот это ядро расходится. Конечно, мы призываем, я даже вот прихожу в СМИ, ВКонтакте, выступаю, потому что нужно донести эту информацию до жителей, да, что если у родственника выявлен диагноз туберкулез, это не приговор. Нужно помочь ему прийти в стационар, в больницу, к лечащему врачу, привезти его, чтобы он лег в больницу, начал лечение. Лечение абсолютно бесплатное. Лечение бесплатное. Далее он пролечится, амбулаторное лечение, потом направляется на санаторий, санаторно-курортное лечение. У нас есть в Таденском конжене, село свой, санаторий свой, свой имеется. Также пациенты, которые могут там пролечиться, могут федерально поехать, центры пролечиться. Путевки абсолютно бесплатно проводятся. Если инвалидность есть, инвалидность оплачивается проездом. А в среднем сколько занимает лечение одного акцента? Примерно год-год полтора. Если выявлена запущенная форма, почему мы акцент ставили два направления, которые сделали, о дополнительных мерах, чтобы проходить полгода, тем самым выявить. Ранее выявление, которое ставят, ставят диагноз с малой формой. Лечение занимает примерно год-год полтора. Если запущенная форма, который ходит, долго распространяется, естественно, у него будет до трех лет. Может, два с половиной, трех лет. Тем самым лучше выявить, пролечиться и на этом закончить, нежели это будет очень долгое лечение, потому что появляется устойчивость к препаратам, уже сложный подбор приходится препаратов, и уже лечение само долгое будет. Помимо взрослых, болеют и дети. Сколько детей на данный момент проходит лечение? Вот еще один такой вопрос. Как проходит учебный процесс у тех детей, которые проходят лечение? Да, у нас этот вопрос очень серьезно стоит, потому что с министерством образования мы отработываем, потому что дети, которые поставили диагноз, они проходят социальное лечение. На сегодня у нас 54 ребенка. У нас также есть школьники, которые первый класс, либо третий класс. У нас в штате есть учитель, то есть завуч, у нас работает, который отрабатывает в сервисе образования, они у нас проходят дистанционное образование. Также учители, которые проводят все образования, у нас в диспансерии, то есть в отделении проводятся. То есть учебный процесс, который проходят дети, они не нарушают. То есть они не отстают от сервисников, также обучаются процессом. Если у них экзамены, допустим, выпускные 9-11 класс, мы договариваемся, чтобы комиссия либо к нам приехала, чтобы комиссия провела экзаменационные вопросы, также канцелярские вопросы мы закупаем и дистанционные, то есть отрабатываются школы, которые проводят нам обучение. В санатории СОИ у нас то же самое, то есть в санатории также проводятся дистанционные, у нас тоже учителя. То есть учителя прямо в штате в нашем. То есть они министерством здравоохранения, они устроены, и они проводят этот учебный процесс. Потому что учебный процесс ни в коем случае не должен останавливаться. То же самое, как лечение. Лечение должно продолжаться и должно продолжаться обучение. В этом плане у нас очень внимательно относимся, строго у нас и министерство образования тоже проверяет, как у нас все это проходит. Еще один такой вопрос. Как мне заболеть туберкулезом? То есть что нужно делать, чтобы организм был крепким и он мог бороться с микробами? Самое главное – это соблюдать здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни как заключается? Это вести питание. Правильное питание. То есть исключение, конечно, жареного, острого, копченого. Почему? Потому что это приводит к ожирению, к гипертонической болезни, заниматься спортом. Спорт – это физическая активность. Это поднимает тонус и сердечно-сосудистую. То есть основная профилактика – это, конечно, является здоровый образ жизни. Бег, спорт заниматься, правильное питание. Тем самым, когда организм у вас занимается таким спортом, питанием, он закаливается. Тем самым иммунитет у вас тоже закаленный стоит. Конечно, у нас группа риска попадает. Это люди, которые у нас алкоголизм есть. Конечно, у них иммунитет снижен. Тем самым они подвергаются. Группу риск как раз по туберкулезу. Тем самым я призываю граждан Республики Това вести здоровый образ жизни, бегать. Я сам бегаю по вечерам, где 5-я школа. Ничего, и здоровое питание также соблюдаю. Потому что за здоровьем нужно следить. Потому что здоровье – это очень важно. Без него никуда не пойдешь. Спасибо. Какую поддержку получает стезиатрическая служба именно по борьбе с туберкулезом? Да, у нас, как я ранее сказал, у нас два направления, которые работают, то есть две оригинальные программы. То есть оригинальная программа и дополнительных мер. Оригинальная программа, как я ранее сказал, основных из мероприятий – это было строительство новой больницы. Медикотническое задание было сделано, отдана на экспертизу. Также у нас получено в 2022 году две дефицитерные камеры на базе «Газель». Также у нас поставлена рентген-аппаратура. Это в Бару-Хемическом окажу наш филиал на два рабочих места. Вот, чтобы у нас пациенты западного Кожуна не ехали к нам. То есть, сами понимаете, с Агдова-Урака ехали в город Козыл, чтобы снимок делать. Они там делают. То есть сделали снимок, как раз там посмотрели, как у него динамика идет, чтобы пациенты менее затратные. Это все было, чтобы не тяжело было ездить. Тем самым у нас по оригинальной программе мы получили УАЗик, закупили УАЗик у нас на базе УАЗ-таблетка. Это доставка лекарств маломобильным гражданам. То есть у нас такие пациенты, которые на дому называются, которые маломобильные, но с прекращением. То есть у них они не бактерии выделители, то есть не заразные, а с прекращением, которые были выписаны домой. Но, к сожалению, они не могут добраться до нашего диспансера ввиду инвалидности у них, образ жизни, что очень тяжелый, чтобы добраться. Мы выезжаем на этой машине, выдаем таблетки, обижаем пациентов, какие-то анализы собираем, мокроты у них. Тем самым доставляем. То есть эта машина очень эффективно работает у нас. Это все по оригинальной программе. Также у нас по оригинальной программе сейчас ставится новый КТ-аппарат. По этой программе как раз КТ-аппарат очень эффективно работает, потому что сейчас по новым экологическим рекомендациям все, кто дети, у нас после положительных результатов проходит компьютерную томографию. Тем самым, конечно, у нас КТ-аппарат, который в данный момент он уже 10 лет отработал, в рабочем состоянии работает, но сейчас нам новый ставится. Тем самым улучшается это обследование, потому что медицина не стоит на месте, дальше развивается. Также ожидается в этом году поставка КАМАЗа на базе флюорографии. То есть мы, которые сельское население обследуем, он уже будет более проходим в труднодоступной. Кажун, тем самым по оригинальной программе как раз это все работает. До 2025 года у нас также планируется эта закупка. Еще машины у нас у АЗиков идут. Также у нас капитальные ремонты тоже запланированы. Это в Барахемическом Кажуне. Солевая пещера, это спелеотерапия. Это в санатории СОИ у нас также запланировано. Это до 2025 года. То есть программа работает. Плюс в оригинальной программе также у нас есть обучение. Обучение обязательно врачей, афтезиатров, те, которые выезжают. Во-первых, это первая половина, это Новосибирск выезжает, Научно-сельский институт туберкулеза. Вторая половина, они выезжают в Москву. Мицфтезиопульмонологии. И также мы понимаем, что коллеги не все могут поехать, потому что на рабочих местах кто-то должен остаться. И мы второй год приглашаем с Казани. То есть у нас профессор с Казанского медуниверситета, заведующий кафедр дружбинских наук, Валиев Равиль Шемильевич. Он у нас в том году в июне приезжал, проводил лекции. То есть мы всех собираем, понимаем, что с республики приехать в город Козыл более удобно, нежели поехать в Новосибирск. Это далековато, понимаем. Но в город Козыл приехать, послушать такие лекции, как что такое туберкулез. То есть мы заново все начинаем. То есть мы начинаем от начала, что такое туберкулез, до диагностики, до лечения. Он у нас сейчас приезжает 29 числа, а также будет проводить лекции. То есть у нас средняя будет работа полностью. То есть мы все начинаем и в диагностика, лечение, повторение все полностью, пропедевтика, откуда появляется. Ну, для этого нужно, потому что знания нужно освежать. Повышение квалификации тоже нужно повышать. Потому что понимаем, что, да, конечно, там обучились, там, да, в университетах прошло уже 10-15 лет у кого, да, знания забываются, да, но надо это освежать. Потому что нового, ноу-хау приходит. И мы должны своих коллектив, коллег к новым, потому что мы внедрили новый метод такой, тест-пот называется, да, то есть на базе инфекционной больницы мы уже выставляли, это забор венозной крови. То есть почему мы внедрили? Это тех, у которых аллергическая реакция, допустим, на МАНТУ, на диазкин-тест. Мы не можем им поставить, ввиду то, что у них аллергия на них, да, то есть появляется. Тем самым мы тест-потом хотим вот у них взять. Те, кто отказники, которые не хочут, да, допустим, мы можем провести только забор венозной крови. Тем самым он достоверный диагноз. Мы уже провели у 17 детей. Все дети, которые у нас были с подозрением, все подтвердили свой диагноз туберкулез. Спасибо. То есть поддержка была и будет? Поддержка есть, огромная поддержка. Огромное спасибо Living bent, правительству, потому что работа огромная проводится, закупается. Это программа, которая была принята, это финансы, это было рассмотрение, то есть это было на уровне правительства, главы рассматривалось, это программы приняты. Потому что все программы, они требуют финансы. Финансы, это нужно средств бюджета, это все рассматриваться. Но чтобы нам победить, необходимо финансы, конечно, вкладывать, но тем самым как раз у нас все меры, которые направлены, чтобы остановить туберкулез. И в конце, Олег Александрович, каковы будут ваши пожелания нашим телезрителям, ваши рекомендации? Можете обратиться? Основной целью, которой я сегодня пришел, выступлением, я готов каждый месяц выступать, потому что это наша работа, носить информацию для населения, что это диагноз туберкулез, это не переговор, диагноз туберкулез, мы можем поставить его такими методами, как флюорографию. Я приживаю всех жителей проходить флюорографию обязательно, тем самым следить за своим здоровьем, здоровым образом жизни, и тем самым, если какие-то симптомы появились, ни в коем случае не надо заниматься самолечением, а прийти в амбулаторное звено, то есть терапевту, педиатру, обязательно пройти обследование и исключить либо пневмонию, либо туберкулез, но тем самым знать, что у тебя нет такого диагноза туберкулез и быть спокойным. Но если такой диагноз уже поставлен, туберкулез, ни в коем случае не бояться прийти и начать лечение своевременно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вы смотрели программу «Интервью дня». Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.